Несмотря на протокольный порядок подобного рода встреч, начало мероприятия с участием парламентария в Беларуси и Армении было по-настоящему дружественным и теплым. Среди гостей немало тех, кто знает о Брещене не понаслышке, они признаются. Побывав здесь однажды, хочется приехать еще не раз. К тому же, дружба между нашими народами обусловлена исторически. Многие страницы прошлого белорусы и армяне проходили вместе, плечом к плечу. А потому совсем неудивительно, что и сегодня не только экономическим, культурным или спортивным, но и дружественным связям быть и развиваться. Прежде всего, позвольте мне от имени угласного сайта депутата, угласного исполнителя, я лично от всех городов, которые находятся сегодня в Минске, я лично поприветствовать вас в нашей Брестской гостеприимной земле. Символично то, что наша встреча проходит канун главного нашего праздника, я не знаю, что в 70-м год, 70-летие победы. Поэтому я надеюсь, что это даст еще нам больший импульс в нашей встрече и в нашей нашей стране. Если говорить о цифрах, то сегодня товарооборот между нашими государствами пока находится не на том уровне, который может и должен быть, исходя из потенциала. И эту ситуацию важно исправить. К слову, сейчас это сделать будет гораздо проще. Армения стала членом Евразийского экономического союза. О том, как важно сотрудничать и дружить с двум нашим народом, говорит сама история. В годы Великой Отечественной за общую родину сражались в едином строю и белорусы, и армяне. В те годы показали, вместе мы настоящая сила. Тем более важным стало открытие в городе над богом Хачкара, памятника воинам-армянам, погибшим при обороне Брестской крепости. Этот Хачкар символизирует память о великих воинах, которые отдали свою жизнь за освобождение нашей общей родины, за освобождение Белоруссии. Этот Хачкар сделан в Армении, сделан из базальта, из армянского базальта, самыми замечательными армянскими мастерами. Нашлись неравнодушные люди, которые оказали поддержку армянской стороне, потому что это базальт, это очень дорогой камень, которые проспонсировали решение этого вопроса. Что касается белорусской стороны, то, конечно, я здесь держал руку на пульсе, решая организационные все вопросы. Перевозки внутри, установки, взаимодействие с руководством обл. исполкома, гор. исполкома. Поэтому это наше общее конкретное достижение, вклад в ту память. На территории нашей страны в годы ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков сражалось более 60 тысяч армян. Погиб каждый четвертый. В Брестской крепости их было около 200. На мемориальных плитах высечены имена восьми известных. Увековечить память всех, кто пал за свободу, сегодня не просто обязанность. Это почетное право наследников поколения победителей. Тем более символично, что произошло это событие в преддверии главного белорусского государственного праздника – Дня Независимости. Мы специально открыли сегодня, потому что через два дня День Независимости и День освобождения Беларуси от немецкого иго, от фашизма. И я хочу поздравить весь народ Беларуси с этим великим праздником. И я хочу еще раз напомнить, что у нас было очень прочное прошлое. Я думаю, что у нас есть прошлое, будущее. Мы должны смотреть в одном направлении. Это символизирует возрождение, возрождение наших народов. И я думаю, что всегда свет побеждает тьму. И сегодня еще раз мы доказали, что свет всегда побеждает тьму. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Телекомпания Бук-ТВ.